Режим тригонометрическое уравнение методом отбора корней. Перед нами уравнение tan²x-1 умноженное на корень квадратный из 13 умноженное на cosx. Давайте с вами нанесем ограничение на область допустимых значений. Мы видим, что у нас подкоренное выражение должно быть неотрицательное, то есть 13 cosx должно быть больше или равное нуля. Но и так как у нас есть тангенс, а тангенс – это синус деленное на косинус, значит знаменатель cosx не должен равняться нулю. Отсюда следует, что cosx у нас должен быть также больше или равен нуля, и cos не должен равняться нулю. Давайте нарисуем единичную окружность. Так как cos не должен равняться нулю, cos – это абсцисса, поэтому в данном случае точки π на 2, 3π на 2 мы выкалываем. Ну а так как cosx должен быть больше или равен нуля, то мы выделяем правую дугу нашей единичной окружности. То есть все точки нашего семейства должны принадлежать именно этой области. Мы знаем, что произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю, а другой при этом не теряет смысла. Значит, нам нужно решить два уравнения. Тангенс квадрата х минус единица равно нулю, и корень, соответственно, из 13 косинус х также равная нулю. Мы будем решать отдельно каждое уравнение. Решим первое уравнение. Если у нас тангенс квадрата х минус 1 равен нулю, перенесем единицу в правую сторону, у нас получается, что тангенс квадрата х равно единице. Мы знаем, что уравнение вида х квадрат равное а имеет два корня. Значит, тангенс х будет равен плюс-минус 1. Для этого мы должны решить два маленьких уравнения. То есть наше уравнение распадается на 2. Получается, что тангенс х равен единице, и тангенс х равен, соответственно, минус единице. Отсюда следует, что х равен арктангенс единице, это π четвертых плюс πn, где n принадлежит z. И второе семейство имеет корни х равное арктангенс минус единице равен минус арктангенс единице. То есть это получается у нас минус π четвертых плюс πk, где k принадлежит z. Следует отметить, что эти два семейства мы можем объединить в одно. И в итоге у нас получится х равен плюс-минус π четвертых плюс πl, где l принадлежит z. Это решение нашего первого уравнения. Давайте решим второе уравнение. Наше второе уравнение – это корень, из 13 косинус х равное 0. Чтобы избавиться от корня, мы его заведем в квадрат. У нас получается, что 13 косинус х тоже тогда будет равно 0. Мы поделим все на 13. 0 поделить на 13 – это будет 0. Значит, косинус х равен 0. Перед нами частный случай. На единичной окружности косинус – это абсцисса, поэтому мы имеем семейство точек. х равное π вторых плюс πm, где m принадлежит z. В результате, решая два уравнения, мы получили семейство. Первое семейство – это π четвертых плюс-минус π четвертых плюс πl, и второе семейство – это π на 2 плюс πm. Ну а теперь осталось нам отобрать наши корни, подобные с допустимых значений. Давайте точки красного семейства обозначим квадратиком. Что же у нас получится? Если у нас l равно 0, у нас получается точка π четвертых и минус π четвертых. Мы видим, что эти квадратики принадлежат нашей штриховке. Ну а если у нас l будет равно 1, то мы должны к π четвертых прибавить π, и мы получим, соответственно, значение π плюс π четвертых. Это будет тогда точка наша 5π четвертых. Мы видим, что данное значение не принадлежит нашей выделенной штриховке. И, соответственно, минус π четвертых плюс π. Мы можем записать это семейство как π минус π четвертых, то есть 3π четвертых. То есть нашему красному семейству соответствуют 4 точки. π четвертых, 3π четвертых, 5π четвертых, минус π четвертых. Ну и, соответственно, здесь мы прибавляем наше значение π. Но мы видим, что из этих 4 точек 2 точки не принадлежат нашей выделенной штриховке. В результате тогда получается, что мы должны отобрать наши корни. Мы получаем только 2 наших квадратика π четвертых и, соответственно, минус π четвертых. Поэтому далее мы себе делаем комментарий. С учетом области допустимых значений, прописываем, с учетом области допустимых значений, наше семейство видоизменяется. И у нас получается семейство х равен плюс минус π четвертых плюс 2π h, где h принадлежит z. Проверим наше второе семейство. Во втором семействе у нас получилось, что х равен π вторых плюс πm. Мы видим, что точки нашего семейства, если я их обозначу кружочком, это как раз точки, которые совпадают со значениями. π вторых выделили красным и 3π вторых. Но с учетом области допустимых значений, эти точки у нас не могут быть включены, потому что изначально мы видим, что здесь дырочки. Поэтому смело можем сказать, что данное семейство нам не подходит под область допустимых значений. Прописываем это. Не подходит под область допустимых значений. И в итоге наше уравнение имеет ответ. Записываем ответ. У нас получается всего лишь одно семейство. Плюс минус π четвертых плюс 2π h. где h принадлежит z.